здравствуйте сегодня я хочу поговорить о веерной кисти я себе купила новую веерную кисть потому что я считаю что большое значение для художника имеют даже вот не фирмы кистей а сами их образы то есть то что они нам могут дать у меня есть две кисти которыми я пользуюсь очень уже давно видите это щетинка вот эта щетинка она делает такие грубые грубые полоски потому что щетинка вы сами знаете она жесткая и она хорошо холст чертит это синтетическая ею я пользуюсь видите они уже у меня очень старые тут уже есть краска которая не отмылась но я ее порываю все время выбросить и она все равно мне одна вот понимаете она мне делает такие моменты в рисовании которые мне нужны сегодня купила новую кисть себе там была синтетическая вот ее цена эта кисть профессиональная вот фирма сами видите что цена не очень большая конечно в алиэкспрессе можно заказать целый набор там за сто рублей ну что я и сделала но пока это все придет а мне вот хочется уже новую кисть я пошла в магазин вот это взяла я хочу вам показать какие возможности нам дает веерная кисть и нужна ли она художнику начинающему или уже профессионал ну профессионалы все ее имеют потому что они убеждены что она им нужна вот она у меня такая новенькая расцветка здесь вообще никакого значения не имеет потому что они тут бывают и с такими как белочий хвост такими полосочками и просто белая в общем расцветка тут нам также она имеет различный вид она бывает маленькая верная кисть большая очень большая у ней по-видимому тоже есть номера вот у меня шестерка я перед собой тут открыла эти кисти тут есть и четверки сейчас я вам покажу вот смотрите видите вот шестерка такая как моя вот у меня тоже это шестой номер синтетика пить и тут какая-то другая фирма на это не имеет значение вот есть поменьше размером вот я вижу четверка нарисована вот они разного размера конечно в идеале будет хорошо если у вас будет несколько вот смотрите какая-то вообще тут такая выдратая чуть-чуть видите таких у меня кистей не было этих совсем тут мало этого борса вот я себе постепенно обновляю кисти обновляю в общем эти инструменты которыми мы рисуем и хочу вам показать для чего все-таки нужна верная кисть на рисунке я сейчас изучаю пейзажи боба роса он очень много пользуется этой кистью также есть много художников которые рисуют пейзажи веерной кистью рисует деревья и вот на примере моих старых и также я новый хочу попробовать сейчас я вам покажу вот я выбрала здесь зеленые тона в общем я в зеленый цвет выбрала поярче чтобы вы видели какие отлипы мы ведь ей будем пользоваться как штампом вся любая кисть это тот же штамп правильно если она дает красивый отлип посмотрите уже готовые сразу кустики видите все что нужно здесь и затемненный низ и веточки этих кустов также ею можно пользоваться кусты делать направлять в разные стороны смотрите как я быстро нарисую кустик с длинными веточками видите моментально что же дает мне здесь новая моя кисть я еще ее не пробовала мне интересно какие у ней будут возможности видите значит это уже у меня гнется хорошо а это еще новая она еще ветки так не рисует сейчас проверим так я могу рисовать папоротник правда вот если я буду рисовать дерево я нарисую здесь папоротник под деревом смотрите какой уже папоротник прям готовый готовый так дальше я смогу этой кистью нарисовать на поле стройные ряды травы моя вот это более растрепанная на концах она дает не такой ровный ряд как здесь а здесь у меня кусочки красочки засохший если человек со стороны посмотрит он скажет вот кисть недомытая но это дает мне возможность рисовать этими кусочками найти такие вершинки на травинках вот как можно быстро ею закрасить поле очень интересно вы возьмете свою новую кисть вы вот так порисуете все ее возможности изучите и потом это будете применять так теперь если я добавлю сюда желтого цвета у меня получится прекрасный такой насыщенный салатовый цвет и я смогу поверх моего поля нарисовать еще желтые такие красивые травинки и тоже сделать рядами видите какой получается красивое такое поле ну это в мой бить и один цвет берем а если начнем рисовать и сюда разные цвета и очень будет красиво хорошая кисть большая уверенная такая этой кистью я люблю рисовать на волнах пенку и такие брызги она мне для этих целей очень годна если например я решила нарисовать дерево вот у меня кусты под низом и тут я рисую дерево такой стволик например ну вы возьмете там краска коричневая для стволика будет и теперь вот я буду например я хочу нарисовать пальму мне даже не надо вообще ничего рисовать посмотрите кисть рисует пальмы самостоятельно видите вот пожалуйста пальма сюда можно нарисовать кокос и будет у нас кокосовая пальма еще и вся в папоротнике вот такие разные возможности также мы можем на этих листиках сверху нанести более световые яркие видите также этой кистью мы можем сделать у пальмы такую структуру необычной древесины так следующий вариант теперь мы можем нарисовать вид другое дерево другого вида ну например мы рисуем какую-то березу да ствол березы я так буду рисовать схематично вы сами понимаете что мы изучаем сейчас как эти веточки будут располагаться поскольку березы такой наклон идет в веточках то и листики здесь будут с наклоном так ну он он Продолжение следует... У лиственных пород, это же не хвойные, у них ветки пересекают ветки, поэтому и здесь мы рисуем, нужно хорошо рассмотреть дерево, и уже будете вы знать, как рисуется каждая веточка. Видите, какое получается красивое дерево. И также можно отдать более яркую часть, световую. Посмотрите, как хорошо забивается зелень этой кистью, масса, сама дерево, при таких небольших затратах. Или, например, мы захотели нарисовать здесь вот таким способом траву. И тут же на этой траве мы захотели дать такие небольшие кустики, вот такие маленькие. Вот они тут так наклонились от ветра. Видите, их можно развернуть. Вот, например, ветер. Сейчас у меня подул ветер, и мне захотелось этот кустик развернуть. Ну, и тут, конечно, тогда тоже у нас изменится структура, вы же понимаете, да? Сюда будет ветер как бы дуть. И яркой стороной мы тоже можем нанести. Тут такие более солнечные варианты. Посмотрите, какой красивый пейзаж, правда? Или вдруг, например, мы рисуем волну. Вот у нас волна. Я сейчас все рисую зеленой краской, но на этом примере вам будет хорошо видно пейзажный вариант. Вот видите, хотя волна тоже ведь зеленая. Мы сейчас вот с нее сделаем желтую. И будет казаться, что вот солнышко у нас желтенькое. И у нас и волна будет здесь желтым отливать. И потом в другом цветовом, естественно, решении я могу нарисовать здесь разворот такой волны. Вот такие пенки. Видите? Вот она волна здесь вот так красиво слегла. И пенки здесь у меня образовались. Сюда она ударяет. Сейчас я более темным нарисую, чтобы вы хорошо видели. Вот это движение воды. Когда вода спускается и взбивает так. И так же можно тут на воде показать пеночку. Потому что здесь много возможностей у нас у этой кисти. Очень много. Вот так. смотрите как ей хорошо чертить это вот возле берега такой всплеск идет сильные пены в цветном это будет пена сейчас конечно похоже на траву смотрите как хорошо рисовать кустики такой ряд стройный если надо большое количество нарисовать травы и вы одной кисточкой будете очень долго это все рисовать также ее можно использовать как растушевочную кисть и можно растушевывать эту воду например или то что тут тут нарисуется в небе облака у меня просто втерла сюда более черная краска но это зеленая конечно вот я ее так под растянула чтобы показать вам как бы пена в негативе да в другом видите как красиво вот и пейзаж пожалуйста очень красивый сколько возможностей очень много и как ее как растушевочную и как вот рисовать большое количество травы деревьев прелесть ствол можно подкрашивать волосы можно нарисовать если вы решили нарисовать в общем лицо куколки так я схематично вам нарисуешь понимаете чтобы тут изучаем совсем другие возможности это вот рапунцель волосы распустила также мы можем ресницы выдать очень красивые это все образно это к чему к чему все полоски которые мы делаем вся волна это все это кисть смотрите даже просто нарисовать под какие-то цветы фон такой интересный очень красиво или например шторы тоже есть такой вариант делать такие или ткань когда нужно нарисовать нитки перекрестки в общем между собой вы сами понимаете нитки как будете вы так рисовать вот когда мешковину рисуете ли или например какой-то скатерть под цветами а у ней вот явные такие хочется нарисовать нитки смотрите какая прелесть вот они читаются нитки и вдоль и поперек пожалуйста вот сколько возможности уверена кисть конечно ее надо иметь конечно она везде нужно очень легко и просто ею нарисовать какие-то моменты но в деревьях и в кустах она всегда это незаменима и самое главное забыла показать как елка рисуется мне очень нравится потому что я когда смотрю вопрос он очень много применяет эту кисть вот он рисует елку он делает у меня навсегда получается изогнутая макушка вот так вот елка новой кистью я рисую вот своей которая у меня уже давно к ней уже я более привыкла даже получилось ровнее тут у него маленькие веточки поэтому побольше побольше а те как красиво и также можно покрыть более ярким тут световым я добавлю немножко белил чтобы вам активно было видно изменение такая зимний вариант елочки если зеленая тут желтым смешать будет более такой насыщенный салатовый видите как красиво рисовать и не не так сложно так рисуется потом немножко перебивается елка как всегда внизу уж потемнее вот здесь в ней более за все в цвет ну как бы в траве хорошая кисточка мне понравилось нужно прямо длинную траву вытягивать хорошо так вытягивается а Интересная игра всяких Знаете, такое морское дно Прямо мне напоминает С игрой вот этих Бликов Многотрабия хорошо рисует Вот такая прелесть Это кисточка веерная Видите, ее надо иметь Вот она имеет столько всяких возможностей Столько красоты может она нарисовать Всякое И конечно вот так посидеть Как я, поизучать Что же может эта кисть Потому что вот она новая Она рисует чуть-чуть по-другому Чем те, которые у меня есть Я уже их знаю, возможности А новые вот сейчас я посидела Поизучала И уже у меня есть задумки Куда я могу ее применять Вот мне очень нравится Как она рисует Вот вообще траву и деревья Можно Вот это мне очень понравилось Такое Вот посмотрите Какая вот здесь получилась красота Видите Если вы присмотритесь Какое здесь многообразие Травяного Блика Видите Травяного Здесь видно, что протянуто много полосочек Но они здесь в цвете так лавируют Очень интересно Смотрите, как здесь можно волны рисовать Видите? Смотрите, как она рисует волны Пенку Можно растушевывать Смотрите, как видно, что вода упала И вот здесь она дает такой брызг Брызги такие дают Видите? Вопрос вот это часто изображает Очень красиво Очень красиво Смотрите Смотрите, я чуть-чуть Видите? Хочется выделить Ярко-белым Вот здесь Такая идет полоса Ну здесь мне не хватает цвета, конечно Ну тут нет предела совершенства Можно рисовать хоть сколько угодно Вот кисть очень хорошая Поэтому Советую всем Приобретайте кисточку И вот так, как я Все ее возможности изучайте Потому что мы должны свои инструменты знать Как Вообще Как свои руки Потому что Каждый из них дает определенный отлип И этот отлип Для нас Вот Пожалуйста, можно рисовать хоть Брызги Хоть цветы В общем, что хочешь Но мы должны изучить И знать, что Дает нам эта возможность А на этом с вами я прощаюсь До свидания До скорых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok